По итогам апрельских боев 2016 года, всем стало понятно, что армия Азербайджана способна восстановить территориальную целостность страны, если для этого сложится благоприятная внешнеполитическая конъюнктура. Военно-политическое положение Армении в условиях коронавирусной пандемии настолько ухудшилось, что уже невооруженным взглядом из-за границы прекрасно видно, что эта страна уже находится не просто в глубоком системном кризисе, но и на грани или даже за гранью гуманитарной катастрофы. Население уже подъело все резервы, отложенные на черный день, начинаются социальные протесты и рост количества преступлений. На фоне резкого падения жизненного уровня обывателей, которым все труднее сводить концы с концами. Об этом Ахарас, сказал известный российский историк Кавказовет, политолог Олег Кузнецов. По его словам, в таких условиях тема Нагорного Карабаха в глазах простых армян все более утрачивает свою актуальность, что хорошо видно даже по содержанию русскоязычной армянской прессы и контекста общения в социальных сетях. В этих условиях власти Армении, согласно всем канонам и психологическим законам пропаганды, обязаны радикализировать риторику, чтобы консолидировать, хоть как-то, свое общество перед угрозой кризиса в хозяйстве страны. Но в данном вопросе становится ясной и очевидной, новая тенденция современной армянской политической риторики, ее все более антироссийская направленность. На фоне которой, тема страха перед будущей войной с Азербайджаном за Карабах, уже отходит на второй план. Налицо централизованно организованное изменение тренда, общественно-политического дискурса в этой стране. Отметил Олег Кузнецов. Политолог подчеркнул, что наиболее выпукло и емко, это проявилось в связи с недавним дипломатическим скандалом в российско-армянских отношениях. Вызванным, заявлением главы российского внешнеполитического ведомства, Сергея Лаврова. Относительно формата и содержания переговоров по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Теперь в глазах армянских пропагандистов, Россия плоха тем, что требует от официального Еревана мирного решения вопроса, а не защищает оккупационный режим, считает Олег Кузнецов. То есть налицо, очевидная попытка сдвига, армянского общественного сознания. Если раньше смысловой доминантой, было утверждение о том, что Карабах, это якобы исконная армянская земля, которую надо защищать от агрессии Азербайджана. То теперь, она существенно меняется в сторону разговоров о том, что нужно найти на стороне, виновного в том, что Еревану придется столкнуться с силовым решением конфликта, какими бы словами, это ни называлось. По сути, официальная армянская пропаганда, сейчас вовсю готовит массовое сознание своих соотечественников, к наименее болезненному восприятию реальности того, что итоги войны 1988-1994 годов, будут пересмотрены. Далее Олег Кузнецов добавил, что, вне всякого сомнения, смена политического режима в Армении, устранение от власти карабахского клана, или хунты полевых командиров, незаконных вооруженных формирований, армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, сыграло принципиальную роль в формировании такой тенденции. Но отправная точка, все-таки лежит в апрельских боях 2016 года, по итогам которых всем стало понятно, что армия Азербайджана способна восстановить территориальную целостность страны, если для этого сложится благоприятная внешнеполитическая конъюнктура. Поэтому в нынешних условиях у Еревана, есть только один разумный способ выхода из ситуации. Выполнить план Минской группы ОБСЕ, по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. И вернуть поэтапно под юрисдикцию Азербайджана, ранее захваченные его земли. Об этом сказал известный российский историк Кавказавет, политолог Олег Кузнецов.